всем привет друзья вы на канале мой сад моя гордость и с вами елена вот сегодня у нас хотела я вам показать свои ахименосы а также поделиться своими покупками которые я сделала купила я себе новые сорта гортензии вот оставайтесь со мной и вы все увидите друзья но сначала перейдем к делу вот хотела я вам показать свои ахименосы кто помнит да как я сажала с вами ахименосы вот приобрела я себе 11 сортов ахименосов мне они очень понравились для меня это конечно новинка будем размножать а там может быть и больше будем покупать я имею ввиду что сорта но вот эти вот я обязательно вам покажу когда они зацветут но для того чтобы нам увидеть красивое цветение пышное обалденное нам нужно их немножко сформировать друзья то есть чем больше мы будем их формировать ахименосы тем они будут лучше красивей нам показывать свои результаты вот видите есть низкие сорта ахименосов у меня здесь то есть их видно сразу да вот они посмотрите они такие более принизистые маленькие аккуратненькие но я хочу сказать что их тоже нужно формировать обязательно есть вот такие вот высокие да вот вы видите вот они уже какие хотя я их сажала в одно время кто помнит да то есть сорта все разные есть повыше есть пониже есть средние то есть ну вот формировать в любом случае и те и другие обязательно надо и что мы сейчас будем с вами делать давай вот на на я вам покажу вот на этом примере вот на этом ахименосе смотрите уже какие они достаточно длинные выросли давайте отступаем значит одно междоузли второе междоузли вот здесь вот уже надо друзья сделать обрезку оставляем два междоузли можно три конечно можно два вот но хотите давайте вот попробуем два то есть вот так раз сделали вот здесь тоже раз два три можно два можно три вот что у нас получается еще надо немножко будет подсыпать сюда грунта вот дальше следующий берем вот так можно два то есть чтобы они у нас более компактные были вот что у нас получилось где-то вот где поменьше были вот видите между между узлями да то есть я сделала здесь три а где длинненькие были я сделала 2 но чтоб они более-менее смотрелись одинаково видите что у нас получилось сейчас немножко погодя пойдут уже из пазух вот здесь новые пойдут побеги да и мы точно так же начинаем их формировать то есть опять получается два междоузли то есть вот они вылазят отсюда у нас в это и потом точно так же делаем прищипку обрезку прищипку обрезку как угодно называйте и тогда у нас будет красивый красивый шар так дальше следующий вот этот возьмем здесь они уже пониже маленечко но тоже уже видите нужно делать обрезку мы также оставляем но я так поняла вот это вот тут как семидольные получается да нет не семидольные нет раз два три здесь делаем ты междоузли оставляем и вот так вот убираем так тоже так же раз два три раз два вот здесь делаем обрезку друзья все видите и вот посмотрите друзья как они обрастут у нас огромной огромной красивой шапкой и как они зацветут я вам обязательно друзья покажу обязательно оставайтесь со мной конечно еще будете все в курсе дела вот ну как я вам показала да как надо формировать ахименос и вот эти вот череночки друзья можно не выбрасывать если у вас недостаточно там допустим ахименосов или вы хотите еще развести или там допустим с кем-то поделиться да вот такой вот красотой хочу сказать что ахименос они тоже довольно дорогие цветы поэтому вот и их можно прекрасно прекрасно зачеренковать друзья взять вот так вот обрезать вот из этого вот из этого получится два прекрасных черенка можно поставить воду но я люблю черенковать их просто в торфе в торфе и в контейнере друзья и вот посмотрите как эти черенки черенки прекрасно прекрасно укоренятся и так вы можете размножить и теперь я вам сейчас покажу свои покупки своих гортензий друзья вот такие гортензии я купила у себя в новосибирске я живу в новосибирске была я в садоводческом центре друзья красный проспект 157 цветущий сад называется сейчас там очень много пришло большое поступление гортензии друзья вот самарской лидии не было но я ее заказала под заказ и мне сегодня позвонили и я приехала и и забрала друзья вот это очень больше всего я хотела вот эту самарскую лидию друзья фотографии вставлю я фотографии с интернета будут так так же я купила вот такую древовидную гортензию называется инвизи был то есть пинка на бель у меня есть вот эта гортензия на немножко чуть-чуть идет поярче тоже древовидной зимует великолепно очень хорошо очень хорошо зимует я просто вам гарантирую потому что вот пинка на бель у меня уже не первый год поэтому я знаю как она зимует так высота вот этой invisible получается 90 120 сантиметров вот то есть она такая среднего роста невысокая также я купила метельчатую ой гортензия метельчатая бобо то есть давно очень хотела вот этот сорт бобо но как-то она мне не попадалось и и вот нынче я приобрела очень тоже красивая гортензия и я ее хочу держать как в качестве большом горшке то есть в большом горшке то есть и потом на зиму и и прикапывать то есть я хочу вот эту бабушечку видеть в горшке и переставлять ее в одно место в другое место то есть многие так делают так сейчас скажу сейчас я вам друзья скажу высота этой гортензии 60 70 сантиметров бабушечка то есть она такая достаточно компактная в горшке будет смотреться просто великолепно очень красиво вот ну и конечно же самарская лидия да это у нас как пик является сезона то есть новинка новинка прошлого года вот и нынче я ее тоже приобрела друзья да конечно не из дешевых но она очень красивая очень то есть она того стоит друзья так что скажу высота 130 сантиметров то есть вот так уходит она сперва соцветивание белые потом начиная слегка розоветь и в итоге она уходит в ярко-ярко-розовый чуть ли не красный цвет видите вот такая вот красоточка друзья ну вот немножко вам рассказала показала о своих новинках да то есть все мы такие цвета ну то и не можем пройти мимо да и нам что-то каждый раз надо что-то новое и новое да вроде бы уже и сажать некуда все равно надо друзья ну вот такие мы цвета ну то и в общем кому понравился мой ролик ставьте лайки нажимайте на колокольчик всем хорошего настроения подписывайтесь конечно же на мой канал вот оставайтесь со мной и до новых встреч пока пока